Итак, мы наконец-то возвращаемся на вторую карту Снова, к сожалению, были проблемы у игрока команды Gorilla Sprite Они там получили какой-то левел пенальти уже Но сам факт, что он вернулся И мы продолжим просмотр серии в полных составах Там действительно была близка вероятность того, что будет Тихлус на второй карте И Мэтт Кингс ее заберут, соответственно Но этого не произошло, и слава богу Посмотрим вторую карту, комментирую Клазар и Морталис Давайте смотреть драфты Здесь пока я вижу новых героев Слардара вижу, Виномайнсера вижу, Тролля вижу, Вичдоктора, Рубика Всех этих товарищей еще сегодня не было Ну и сразу, пока мы не стартанули, посмотрим коэффициенты 1.01 на Джипрайт, 12.08 на Мэтт Кингс Как бы, что и требовалось доказать Коэффициенты говорят сами за себя И за расклад сил на поляне, потому что он действительно так и выглядит Я вот рад появлению Слардара В этой мете, по-моему, вообще редко его достаточно пикают Но в прошлое он играл огромную роль в Харлайне Часто появлялся Ну а так все, плюс-минус Рубик, Тролль, Вичдоктор Решили Горилла Спрайт забанить Войт Спирита Не могу я сказать, что... О, Шторм Спирит Хорошо, соскучился по нему за последние игры Решили забанить Войт Спирита Не сказал бы я, что он много им неудобств принес на прошлой карте Возможно, как-то с оглядкой на эту карту они это делают А так, стандартно по банам Пак только залетел в бан от No Kings Висмастер, Никс, Вайпер Все в таком духе Еще интересен бан Вайпера Кто у нас будет, кому Вайпер может что-то отключать Вот тут я в таком духе почему-то это рассматриваю Ну да, так, посмотрим Ну что, это скорее всего будет... Ну вот у нас персонажи такие опять, да, земель Земель, ну это скорее всего четверка Говоришь земель, подразумеваешь четверку Слардар, тройка Может ли это быть Медовый или Шрак Хотя Виномансер в пятерка, ну тоже Такое себе Опять, пока непонятно, кто у Мэп Кингс Куда вообще пойдет Ну, по в мире Или сейчас они будут добирать себе Или это Керрис Лартар вообще Но Горилла Спрайт банят Коров Да, последние три пика, но у них ушли на Рики, Марфа и Медузу То есть убеждены команды, что Горилла Спрайт нужен Хардлайнер А Мэп Кингс нужен Керри Может быть действительно думают, что это будет Медовый или Шрак Ну, пока это похоже на Медового или Шрака С Лардар офлэйн, Медовый или Шрак И добираем какого-то лейта Выглядит как Что-то логичное Вниз нужен офлэйнер, соответственно Но офлэйнеров тоже еще огромное количество Убрали Естественно Так, что сюда может ну флэйн завести Заехать Тайт Хантер В принципе Ну и плохо может и постоять И поспитывать И Опять же, рэвэйдж будет контроль Есть у нас ВД с касками Есть у нас Рубик с телекинезом Что-то, спирит Да, с притяжкой Там таких Два бана последней Хардкель залетает Антимаг с Медузой Медуза Сейчас очень сильна У нее бидрейт около 60% Антимаг против Шторма Да, очень неплох Да и саппортов этих абсолютно не боится Логичный такой бан Ну и тоже относительно Часто появляется Нынче Дроу рейнджер Ну еще не стоит забывать Что все-таки тролль Тоже может пойти В мид А, нет Подождите Шторм спирт Что это я совсем Нет, он подумал Извините Дровка, дровка, дровка Да пойдет Под Слордаром Очень серьезный урон Он способен выдавать Обладает сайленсом В какой-то степени Она тоже Звонит, наверное Тролля Как героя Просто потому что С большего расстояния Она стреливает Он там пока в ней Вбежит Пока ее там цепанут Есть кому охранять Ты знаешь При равных составах Мне бы, наверное Драфт сверху Побольше понравился Ну то есть Есть чем контрить Шторма Много очень контроля На него Конкретно Тролля Есть чем кайтить Очень сильный Корп Персонажи Сумасшедший Тимфайт Благодаря саппортам Две кнопки нажали И уже огромное количество Урона нанесли Снизу как-то все больше На исполнение На то, чтобы выиграть Линии, например С Фурионом С троллем Послабее намного Тимфайт Ну просто в разы Слабее тимфайт Нечем драться По большому счету Надо захватывать Преимущество С первых минут Наверное Я бы здесь Именно за драфт Проголосовал Мэтт Кингс Но вы сами видели Как они играют Как играет соперник То есть здесь Скорее всего Именно это станет Ключевым фактором Ну и в какой-то момент Да, можно сказать Прошлую карту Проиграли Чезеровым Ну против четверых Так, ну Сейчас Понаблюдаем Мне кажется Конечно На скиле Горилла Спрайт Вывезут И На исполнении Поехали смотреть Вторая карта Возможно Последняя карта Сегодняшнего Игрового дня В Южной Америке Во втором ее дивизионе Традиционная пауза Да Это не должно быть долго Да Мы все очень надеемся Что это будет недолго Мы все надеемся Кара уже Так Я тебе скажу Что это Слардар 5 Ты удивишься Услышав такое Да не особо Да не особо Хотя 4 Чаще Наверное Встречается Да 4 чаще Традиционная пауза Традиционная пауза Но вот этот товарищ У нас отыгрывает Пятерку Роль пятерки Плюс у него В закупе Сапожок И танго И это Вень Ну наверное Тогда Не жаль Традиционная пауза Нет В соло Они игроку тоже Бросить могут Ладно Посмотрим Посмотрим Как станут Но именно Отталкиваясь От никнеймов От позиции игроков И это Слардар 5 Ну пусть будет Ничего страшного В этом не вижу 5 так 5 Вопрос только Насколько он Хорош на линии будет Вот он сейчас Придет на линию Против двух ренджей И что ему там делать Да 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 Форион с Блайдстоуном Просто Будет резать То есть конкретно Охраняет он плохо Гонять ему Ренджевиков Тоже непросто Обычно он может Даже до кого-то Добежать Под сапогом Под спринтом Там впоследствии Но Он добежит И застанет Пару ударов сделает И ему придется Разворачиваться И бежать уже В обратную сторону Потому что скорее всего Там просто Перетыкают его Ну да Потому что он вещей-то себе Лишних покупать не будет Он будет очень бедным Фармить он будет медленно И от Слардара Ты хочешь Помимо ультимейта Наверное Все-таки увидеть Врыв из блинка А блинк он себе купит Если игра пойдет плохо Послезавтра Соответственно Надо Каким-то образом Вносить импакт Без блинка Но что такое Импакт без блинка На Слардаре Просто повести ульт Слабо конечно Очень слабо Сейчас есть Огромный потенциал Для убийства У них на тапе Слардар хорошую позицию Занимает Он готов выходить в спину Он Три сапога Тем более Это прям все Сделано для того Чтобы Совершить первое убийство Бич доктор какой-то Это ходячий фраг Вкатываются в него Застанели Бич доктор умрет Сейчас Именно Слардару достается Первый фраг Особенно наверное Ему приятно Потому что Сразу Как с куста У него 450 голды Оказываются С собой И с таким количеством Золота Можно и на линии Будет Можно жить Можно будет Подушить Регена Сейчас набрать Подраться Поразмениваться Хороший ста Вот он Бежал Застанел 70% ХП потерял Эффективно Возможно Сейчас какие-то Фаст Транквилы Исправят В ситуации Может быть Да Потому что Есть у него Как раз 500 монет 175 250 Да Он укладывается Сейчас быстренько Транквилы Могу взять Но Что-то купил Что-то понес Регенов набрал Ливен Лейс Очень быстрый Молодой человек Будет Но там Рубик тоже На сапоге Фурен Разве что Без него Ну там контроль У Рубика Будет Поэтому Можно Спокойно Наверное Ну да Можно чем-то Подкидываться Постоять Те же самые Струбы Впоследствии Так Внизе У нас Шторм Проседает Лишрак Тоже Проседает Оба персонажа Битые Так Опережает его Шторм На три крипа На пару динаев Пока Ничего критичного Здесь Вардар Воюет С пинками Уже Есть у нас Фростару По фурену Ну и все На этом их Атака Закончилась Два удара Нанесли И разбежались Крипстаты Я вижу Снова У дайр Получше Будут Вернее Даже Не снова А На прошлой Карте Лучше Начинали Маккингс Сейчас Джекрайд Соответственно Лучше Начинают Давать им Преимущество В самом начале Совсем Нежелательно Поэтому Надо резко Ситуацию Справлять Там У тролля Фрифарм Я вижу У шторма Фрифарм У фуриона Фрифарм Все герои Кайфуют Начало Шикарное Так Так На топе Тролля Который Фрифарм Сейчас Можно попробовать Убить Однако Он Первым фраг Зарабатывает Разворачивается Начинает Драться С Спиритом До конца Он понимает Что скорее всего Не выживет И пытается Он сейчас И Вич доктора Такими темпами Заберет Да Должен Должен Кобуфеном Есть Вич доктор Ухиливается И обеспечивает По себе Лишнюю Сильнее Даблкил Для него Шикарно Вернее Фраг Один Стоп Кто там Фраг Заработал Крепыш Что ли Тролля Добили Кто бил Тролля Тролля Вообще Заденайл Вич доктора Ааа Все Я пропустил Момент Да Шикарно Хотя бы так В центре Баунтируна Слардар Приходится ее брать Очевидно Что Лишак До нее Не доходил А шторму оставлять На каком случае Нельзя Шторм пока Разрывает Лишака В центре Видимо И на этом Герою Он тоже Исполнять умеет Не только На паке Разница Уже Там В 12 Крипов Прилично Очень Снизу Нападение На Слардара Слардару Очень много Урона Успели нанести Они конечно Не догонят Его контроля Не хватит Но урон колоссальный Дроурейнджер Наверное Хотела бы Мультишот Как-то запустить Тут много Крипов стоит Честно Она сама Она пропускала Смотри Сейчас Крутые откатятся Поймали И Шикарно Минус Дроурейнджер Совсем Шикарно Конечно Шторм Подбирает Баунтируну Параллельно Делает себе Стак Рубик Забирает Вторую Две других Должны взять Радиант Все-таки Заодно Убить должны Вич Доктора Сейчас тролль Не помощник Он тоже пытался Загнаить Но у него Не получилось Еще на него Атака пошла Стопит его Хорошо Подвышка Эверспирит Тут по-моему Под маледиктом Вообще Не та история Тролль Может и выживет Вард Ставится Да Да Ел Есть Добивает Смыслевый Виновант Молодец Ну шторм Здесь совсем Неприлично Тима ведет Ну шторма Огромное Примущество Над Лишаком По Крепам Так и не скажешь Да По Крепам Да Но Прям По Крепам Не так чувствуется Всего там Каких-то 200 монет Рейндропы Куплены Да Это Расходник По большому счету Не дешевый Это его защитит Безусловно В какой-то Атаке Шальной Но Это лишняя Трата денег Последствия Сейчас у нас Есть активный Человек Тао Который В прошлом Карте Исполнял На паке Сейчас у них Есть уже Шестой уровень И есть Руны хосты Может быть Реализует Он как-то Это дело Сейчас Хотелось бы Видеть Продолжать Видеть От него Такую Активную Интересно Вообще На топ Перспективно Выйти Особенно Учитывая Что там Ребята Сами в агрессию Идут Шторм Рано или поздно Может туда прибежать Где-то Их подловить На этой агрессии Обоих забрать Маледикт Точно Верспирита Шторм Пока не стартует А вот сейчас Очень Дайвит Дайвит Надо стартовать Вот он Пошел 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 Лишак Туда не присоединиться Правда ВД уже потеряют Ребята Верспирита Добили Сами А вот Веномансера Будет добивать Шторм Молодец Стартанул За своим фрагом Пришел Свой фраг Получил Стаки Также может Зафармить Фреон Еще ему Помогает Своим Ультимейтом Этот Ультимейт Кстати Чуть С Лордара Не приговорил Не совсем Чуть Оскался Дотянется Нет Нет Все в кулдауне Рубит Посмотри Вичдоктор Летит сразу же Вниз Здесь будет Попытка Запушить Вышку С Лордар Остается На линии У него нет Фласки Он сейчас С Транквилами Будет жить Но не будет жить Дроу Рейнджер Надо добить Подойти ее Кто-нибудь Нет Не добивая дровку И теряя двух героев Вичдоктор Попробует Нет Он тоже Не запускает Свои каски Совсем глупо получилось Время погиб А дровка выжила Чуть Чуть Им не хватило Прям совсем Чуть С Лордар Конечно Да Это минус С Лордар Но это не Тот персонаж Который нам Потом будет Делать игру Да Играет Важную роль Здесь есть шторм И есть нападение на Лешака Есть ворфакс Есть много урона Ну да Никуда не ведет Задоджил еще Шторм Вроде как стан Лешак свои два фрага получил И на первую строчку Таким образом вырвался Но тем не менее Шторм Уступает ему Копейки Ну пободрее уже Карта Тут За 8 минут Пока Никто Линию Не выиграл Соответственно Линию Кстати Подходит к концу Там уже вышки Начинают падать Т1 Одна и вовсе упала Соответственно Сейчас начнутся Такие более Частые Глобальные перемещения Игроков А значит И экшен Мы какой-то можем Видеть Пауза 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 Ну опять от тролля От персонажа Который у нас Нет персонажа От человека Который у нас В прошлой карте Отлетал Надеюсь Опять это не испортит Им Гру Это реконект Сейчас у него Видимо будет Ну да Есть шторм Опять Опять же Такой активный Мобильный Персонаж Вот А раз уж Тау Такая манера игры Была На прошлой карте Может быть И в этой У нас порадуется Есть у него Ишуруна Регена Хорошая руна Для шторма Чтобы восстановить Ресурсы После гангов Или во время Ганга Куда-то С этой руной Включенной Залететь Сейчас убили бы Траксу Здесь внизу Была бы Совсем Другая Ситуация Они бы Скорее всего Могли И тавр Попушить Серьезно Погрызть Вернулись Мы Обратно Так Есть Сканы Перетяжка Глобальная Традиент На топ Много героев Туда стягиваются И Это Намек на то Что они очень Хотят забрать вышку В идеале Еще и людей Здесь поубивать Шанс в принципе Есть Вич доктор Так наглую Выходит Он видимо Не ожидает Здесь увидеть Такую толпу Маледикт По виномансеру Виномансер Быстро отлетает Хорошие стрелы Полетели от дровки Урон плохой И сайлен Самое главное По шторму Но может быть поздно Потому что шторм Успел здесь Фраг заработать Вместе с Фурионом И они делают Минус 5 Перетяжки на это От соперника Как-то совсем просто Ультимейт Фуриона Мне интересно Сколько там урон нанес Потому что сам Фурион Наверное Там огромные цифры выдал Плюс шторм Сейчас посмотрим Fight Recap Ну вот Называется вышли Убили тролля Конечно Молодцы Они в прошлой карте Гнобили Кэри вражеского По причине Его проблем В том числе Но Там тащил-то не он Большую часть карты Два других игрока В частности Мидер Ну и сейчас Мы видим Похожую ситуацию Да Выехали они На тролля Забрали Но Взамен На это Отдали Очень много Так Есть у нас Подронку Подронку Так Похожую ситуацию Пока Ничего Не показывает Ну и орки Для Форм спирита Относительно Недалеко Пару тысяч Остается До этого Артефакта Успокоилась Немного игра После того Замеса Разбежали Все кроки По линиям Продолжают Фармить Но Опять же Два Три героя Ближе к топу От Мэтт Кингс Они Все пытаются Зацепиться За эту вышку Но там Вышка почти Фуловая И оборонять Ее при желании Можно При том Что у вас Есть мобильный Фурион Который Всегда прилетит Он Не тратит Время Сейчас На какие-то Стычки Он просто Фармит Есть у него Уже Сайленс Это Огромная Головная Боль Для Виномансера Для Лишрака В первую Очередь Сейчас Его Главная Задача Заткнуть Любого из Них В тимфайте Не дать Раскастоваться Как-то На мансеру Ультимейт Нажать Например Лишраку Просто Кнопки Нажимать Два Сайленса Конечно Тут Совсем Тяжело Будет Против Двух Сайленс Но Появляется Юл Который Немного Исправляет Ситуацию Для Лишрака И вот Сейчас Он сам Пошел В атаку Надо Дождаться Слордара Он должен Успеть Он успевает Это Минус Шторм Шторм Его здесь Приняли Это его Первая смерть Гораздо Кстати Раньше Он получает Свою первую смерть Чем на первой карте Тут Вариантов У него не было Он попал В Юл Потом Не вышел Из станов И забрали Перетяжка Была Насчет Букв Персонажей На Кингс Слордар Забежал Потерял Много здоровья Тут Также Влетает Эрспирит Лишрак На хосте Бежит Кого будет Цеплять Можно попробовать Напасть на тролля Чтобы тот Не нажал Ультимейт Нужно Не дать ему Нажать Ультимейт Но он успел Он успел Сразу же Юл Пошел И Троллю придется До конца Здесь драться Немного Отхилился В любом случае Это минус 2 Дайер Ой Шторм Плохо Здесь играет Пожадничал Полетел за пятеркой Поймал Сайленс И отъехал Можно было Без этой смерти Обойтись Но Что есть То есть Не хотят Убивать интригу Джи Прайд Судя по всему Да Слишком просто Закончили Не хотят Там еще Веномансер Так интересно Попал Как раз В спруты И потом Фурион Призвал Энтов Веник Никуда Не мог Выбраться Стоял Не бежат 3000 За Джи Прайд Небольшой По-прежнему Перевес Но Тенденция Такова Что Преимущество Только Возрастает Пока Несмотря на Небольшую Разницу Фрагах Как-то Не могут Здесь Навязать Какую-то Борьбу Радует Что Слардар Купит себе Блинк Скоро Я ожидал Попозже Его Да Но мне Тут Не нравится Больше Всего Что Лучше Прайд Кор Умирают У нас Умер Два Раза За последнее Время По крайней мере Умер Роль И Два Раза У нас Шторм Спирит Откинулся Появляется Оркит У него Так Слардар Поцепили Есть Каски Есть Маледик Есть Даже Дезавар Остальные Просто Отступят В итоге Вышку Натопят Так и Не снесли Маткин В миде Успели Личерс Профит Думает Куда Ему Лететь Тыкает Тыкает Все Таки Выбирает Своим Направлением Нижнюю Линию БКБ У него Будет Торм Слотом Личерс Профит Отлично Чувствует Топ Нет Ворс На Карте Не Мешает Ему Никто Делать Его Грязные Делишки Распирит Встречает Шторма Ловит Сайленс Шторм Попробует Его Не Отпустить Сейчас Пойдет Контроль Да Дождался Окончания Сайленса Продолжил Контроль И Ворс Спирита Не Было Возможности Уйти Совсем Да Да Появляется Потихонечку Такие Какие-то Фраги Тоже Слардар Покупает Себе Блинк Яша Для Роли Роли Пошел Видимо Наверное Сначала После Яшин Себерет БКБ А потом Собирает Манта Стайл Ну Сбрасывает Сайленс От Траксы Ничего Не Проходим Иначе Ни Ниту Не прожать Ни Тоборы Раскрутить Ничего Ну а пока Выбирает Именно Скорость Фарма Благодаря Такой Раскачке Слардар Здесь Сбаленком Уже Влетел Вичдоктора Тут Успевает Даже Вард Поставить И расстрелять Этого Слардара Причем Вард Сбили Только Сейчас И добьют Вичдоктора Но Ценой Жизни Слардара А может Быть Не только Аверс Перед Так же Хватает Вот Этого С контроля Не выпускает Минус Два Но вот Постоянно Несмотря На какие-то Разметы Все равно Рейтинг Убивают Людей Поменьше И Горелла Спрайт Постоянно Лишний Фраг Лишнюю Успевает Получить За счет Этого И продолжает Лидировать Дроу Рейнджер Давно Мы не Видели Очевидно Что Она пока В игру Вступать Не хочет Хотя Дровка Это один Из тех Кэрри Который Ну Если понадобится Если вот Прям Припечет Она всегда Придет В тимфайт И Выдаст Дэмэдж В отличии От некоторых Других Героев Которые Попозже Могут Вступать Она Возможно Даже Сейчас Круче Чем Тролль Будет В тимфайте Просто Потому Что Она Может Хорошую Позицию Занять Где-то Там С хайграунда Издалека Порастреливать Да Специфика Персонажа Такая Тем же Самым Мультишот Он Может Много Урона Нести Есть У нее Драгонленз Сейчас Уже Летит Пик От Ней И На Дистанции Она Может Неплохо Так Поработать По Целям Хороший Урон Уже Хорошая Скорость Атаки Тролль У нас Контактный Боется И Здесь Можно Ему Сильно Помешать Действительно За счет Выбора Позиции А с пикой Это будет Делать Еще Легче Так Ну Возьмет Литракса Себе Еще Гроу Болт Который Увеличит Ей Убирает Крик Сильвер Крик Сильвер Очень Крутая Штука На таких Героях Ренджевиках Ну да Анимацию Корость Снаряда Точнее Слушай Мультисшот Жи тоже Начинает Быстрее Вылетать Правильно Потому что Это тоже Как снаряд Обратил Внимание По-моему Гораздо Быстрее Я Кстати Не Уверен Не могу Точно Сказать По-моему Анимация У него Выглядит Быстрее Чем Обычно Обрати Внимание Сочераз Это Просто Прикидка Да Вроде Нет Я думаю Нам чатик Подскажет Там Вроде Вроде Тридцать Аж Процентов То есть На треть Быстрее Не показалось Думаю Нет Все-таки Обилка То есть Именно То Что С руки Вылетает Долетает Быстрее Видишь Она берет Доль От урона Я не знаю Это может быть Как палка У Монки Кинга По идее Жи Так Смодифицированный Ладно Чат Ваш выход Так Снизу Тимфайт Шторма Поймали Тот Сайленс Не сможет Уйти И Дровка Дальше Настреливает Хорошо Прыгает С лордар Минус Второй Герой И Тролля Тоже Можно Не отпустить У него есть Ультимейт Он его нажимать Ну придется Просто нажать Возможно С собой Кого-то Заберет Но он погибнет Точно Однако Там прыгает Фурион С БКБ Тролля Сейчас Раскайти И бьют Не успевает Забрать Второго Героя Перед Смертью Фурион Уходит Благодаря БКБ Ну драка Выграно Выграно Вообще Без шансов Команды Мэд Кингс Если Шторм Умирает Если Его ловят И не дают Выйти Из контроля То он Самостоятельно Эту Проблему Решить Не сможет И самое главное Что Саппорты Не те Которые Смогут Помочь В этом Плане А его Часто Ловят Контроль Он Который Раз Уже Не выходит Просто Из Дизейбла Он Выбрал Агрессивный Билд Себе И Никак Не решил Вопрос С выживаемостью Своей Он Не стал Покупать Себе Юл Например Этот Цайленз Он Хорош Но Если Его Ловят Он Конечно Погиб В любом Случае Но Сейчас У него Будет Точнее Есть Уже Юл По частям Закупленный Осталось Только Винглэнд Скупить Ему 10 Монет Рубик Глубоко Зашел Поставил Вард Стоит Вард Сам Рубик Отъехал Вот Отыгрываются Полностью Отыгрываются Мэтт Кингс Шансы У них Эти Карты Есть Ну Драфт Очень Хороший Сам Даже Несмотря На то Что Сладар Пятерка Он Благодаря Тому Что Он Умудрился Быстро Блин Купить Он Не Бесполезный Он Врывается Уже Несколько Раз Была Ситуация Где Он Классно Влетал Цеплял В прошлой Драке Он Догнал Двоих Очень Хорошо Этим Станом Подцепил А в Начале Игры Ему Да Ноже Было Помнишь Он ФБ Забрал Как раз Вот И пошло У него Поехало Так Потихоньку Итак Что Утро Тролля У тролля Будет БКБ Через 700 Монет Угровки Где-то Через 1000 300 Будет Манта Стар Мы Уходим В режим Ожидания Какого-то Экшена Сейчас Команды Немного Успокоились И Не так Много Тимфайтов Происходит Какие-то Больше Точечные Фраги Что Конечно Не так Интересно Саппортов Идут Они Чужой лес И Здесь Возможно Найдут Из широка Смотри Как Прист Пойдет Найти-то Найду-то Вот Они Вдвоем У Василия У Рубика Тоже есть Блин А Ну Наверное Да Фурион летит Фурион Фурион Еще есть Однако Десвард Сбили И герои-то Приходят На защиту На помощь Врубается Просто БКБ Но Не забываем Что Слардар То его Застанет А Дроу-Рейнджер Вообще Плевать Есть Там БКБ Нет Там БКБ Туда Живина Мальцер Рубик Успел Уйти Но Это Плохой Выход Не Ожидали Там Ребята Вообще Начинали Ковырять Рошана Там Буквально Пару Ударов По нему Прилетел А Ну И Сам Рубик Отъехал Ну Вот Если Не погибает Шторм То Погибает Очень Богатый Фурион И Шторм Очень Сильно Сейчас Теряется У него Крайне Мало Денег Давненько Уже Ну Не Выносил Финансов Именно Стимфайтов Он Постоянно Умирает В каждом Ну Он очень Сильно Просел И Да По финансовому Хоть Какой-то Иул У него Появился За счет Которого Он Сможет Немного Выживать Там Делается Это Быстро Можно Успеть При желании Помешать И знают Об этом И пойдут Мешать Шторм Проверил Посмотрел Что у Рошана Еще Очень Много Здоровья Поэтому Пока Можно Не бояться Виномантер Цепляют Интересно Шторму Сейчас Придется Возвращаться Куда-то У него Реген То нет На Кларите Там Сыт Не будешь Но Рошан По-прежнему Стоит Пока Пахнет Третьей Картой Ты думаешь? Я вот Вообще Магазин Уверен Хорошо Мэткингс Принимает Эти драки Меня Вот Не устраивает Это Наверное Будет БКБ Шторма Как мне Кажется Следующий Магазин Я вам Добрать А вот Хорошая Атака На Лешрака Лешрака Убили 60 секунд В таверне Тут еще Тролль Своего слова Не сказал Ровно Как Тровка Конечно Но Чем Дальше Чем Больше У него Будет Слотов Тем Сложнее Будет Против Него Работать Он Уже БКБ Себе Купил Он Сам Готов Сейчас Враж Пит Заходить Сыненчер С профитом Особенно Легко А вот В отсутствии Лешрака Драться Совсем Не хочется А возможно Придется Ну либо Придется отдавать Аегис 30 секунд Хватит Тролля Чтобы добить Рошана Плюс Распирита Нет С командой Ну неужели Попробует Какой-то Слардар Влететь Сейчас Блинка Например Виномансер Спанули Ой Слардар Хорошо Прыгает И силы Света Добивает Но Аегис Он соворовать Не смог Ну хотя бы Что-то Вынесли Они из этого Ну да Да Огромный плюс В любом случае Могло Сто кончиться Просто Смертью Тут еще и троллю В идеале Выбить этот Аегис Но не получается Еще одного героя Теряет Дрорейнджер Пытается Пострелять В тролля В тролля В тролля В тролля Просто добить тролля Не дать ему отрегениться Аегис-то он отдал Можно было на самом деле Не отдавать Аегис Нажимает БКБ Пошел Дрорейнджер погибает Штормспирит Дрорейнджер Тоже погибает Дальше Работа будет По Аэрспириту Который выкупился Нет Просто улетает Испугался Аэрспирит Сейчас еще один фраг Может забрать Забавно О, хорошо Замонсил Но здесь он догорит Наверное Да 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 Магнетайз Забивает Спирит Мужик Вообще не боится Даже найти Спрофита Раскачанного Баунтиру Он пошел Собрал У него хорошие Эскейпы Работает Он от него Прям Укатывается Сейчас интересно Лишак Находит тролля Не захотел С ним в пвп Вступать Так Ну здесь на топе Еще смотри С вардар Пытался залететь Но ему Вич доктор Быстро объяснил Сейчас от Мелизик Он лопнет Просто 600 Практически 576 урона Залетает От тика От одного Потому что Дэзвард Был просто полностью В лицо Ему раскостил Ну вот Тракса Будет Этериал Формить Нужно Все-таки Как-то Сейвиться От тролля Хотя Здесь И магического Урона Достаточно Ну Физа Сейчас Поопаснее Наверное Ну Лифайр Если он Ичешь Профита Очень Богатый У нас Начал Профит Ну Как С первых Минут Начал Там Держать Вместо В топе Так Остается Среди Лидеров Шрак Очень хорошо Камбэкнул И Вырвался Вперед А вот Шторм Незаметен Вообще Не сравнить Конечно Эту игру С предыдущей Там Пак Был Гораздо Интереснее Но здесь Прямые Контрпики Этому Шторму Нападение На Свардара Цепляет Его Шторм Шторм Будет Здесь выступать В качестве Такого Инициатора И возможно Часто Будет На себя Байтить Соперников Будет Составлять Их тратить На себя Способности Чтобы тролли Свободно В тимфайте Бил Чтобы Ничерс Профит Свободно Бил Да Чтобы тролля Было Как-то Тяжелее Кайтить Хотя У него Есть Манта Всякие Саленцы Негативные Эффекты Снимать Не может Опять Такая Комната Ожидания Хотя Нет Вот Бьет Тавр Спокойный Тролль Бесконтактный Бой Довольно Быстро Вышка Падает На самом деле На хайграунд Подняться Будет Довольно Тяжело Горел Исправит Потому что В защите Хороший Пик У Мэтт Кингс У них И Веномайнсер Со змейками И Троу Рейнджер С дистанции Настреливает И Лишрак Подкидывается Лишрак Да Откидывается С Лордар Там будет Ультимейт Развешивать Показывать Что кого Так что Совсем Не просто будет Это еще Нужно К хайграунду Подойти Сейчас же Они Выходят С маках Пойдут на поиски Тролля Он уже Очень близко Его цепляют Есть БКБ Нажать Уцепить Он не сможет И он просто Отъедет Он не успевает Нажать Ультимейт Неблокинг Бар Погибает Дальше цепляет Еще и Нейчерс Профита Тому приходится БКБ Нажимать Уцел Лордар Конечно Остановит И Хурион тоже Умрет Шикарно Шикарно Просто Минус 2 Горгероя Больше чем На минуту На ровном месте Теряет Сейчас Ижи Прайт Находят Какие-то возможности На Кингс Покусаться Да Ответить И Порой Это Менее Но Первая Вторая Позиция Уже Прайт Слишком Часто Умирают Ну Ладно Там Смерть Это Одно Ты Терешки Терешки На то Что Ты Не Формишь Все Это Время Стролик 5 Смерти Шторм Спирита 4 Смотри Как они Проседают Шторм У нас Уже Где-то В середине По Нетворсу И Защитный Артефакт Он Уже Себе Прикупил И Опять же Физой Убьют Слардар Остановит Не успеет Шторм Среагировать Физик И расстреляет Его Дровка Это Не Сложно Очень Неприятная Игра Для Шторма Конечно Так У нас Здесь Слардар Пошел На поиски Ловит Кас Ловит Малетиф Ловит Врыв Шторма И Езжает Помню Как-то Видел Игру В Китае На топовом уровне Где На тот момент Саг Играли И выиграли Вичи Гейминг По-моему У нас какая-то Эпиклика была И Там Офлейн Вич Доктор У команды Весь турнир Появлялся Выносил там Вперед ногами Всех Виномайнера Убили Но он успел Улетануть Перед смертью И здесь Лишрак Пошел Жечь людей Минус ВД Подбирается Классная руна Лишрака Нужно обязательно Добить Прежде чем Кто-то еще погибнет Но не успели Уже огромные потери Несут Горилла Спрайт И теперь тролль Остался Без БКБ Только с ультимейтом Приходится нажимать Его сейчас просто Расконтролят Вич Доктор приходит Дает каски Но тролля он не может бить Он не может бить Он сейчас Немножечко ударов нанес Не отхилился Минус Лишрак Все-таки Отлетел Он полторы минуты Троу Рейнджер Расстреливает ВД Но она сама От Маледикта Погибает Там еще 500 Вылетает От этой способности С последнего тика Буквально С Лордар до конца Шторм Омер Спирит вместе с ним Пытается Шторм Как-то Уйти Но не получится Это будет Тим Вайп Потому что Этого молодого человека Также не отпустят Так А теперь Попахивает Третья карта Или все еще Не поедет Не знаю Хорм опять Куда-то влетел Хотел Зацепить Да Фраг Но Да Он это сделал Но он потом Поплатился За это Его убили Мог он просто Отступить Заигрывается Такое ощущение Что Джип Райт У нас на этой карте Абсолютно Незаметен тролль Он Ну пока Очень мало Импакта Внес В этой игре У него Неплохой Нетворс Он действительно Много нафармил Но Но этого мало Чтобы победить Пока он Как я вижу Просто не выходит Из контроля Даже БКБ Его в этом плане Не сильно спасает Он регулярно В тимфайте погибает У него уже 6 смертей Это много Это много Для карри позиции Он вообще второй По этому показателю В команде Хуже дела Только УВД Но там хотя бы Оправдано Это понятно Пятая позиция И все такое А здесь тролль Которому просто сложно А дровка уже Практически Никого не боится Она Понимает Что всегда Может лететь Шторм спирит Например Но там есть Кому подстраховать Если что Ну сам себя подстрахует Заставит Шторма Проражать БКБ Или Еул Если просто Лишь Сайленс На него Повесить Вдруг есть Блинк Теперь Отказываются От покупки Интериала Сейчас Будет Скади Ну вот Статы Плотность Лишними не будут Подольше Где-то Жить В драках Разбегаются Команды Сейчас Каждая В свой лес Потому что Такой напряженный Минч момент Рошан Появился Уже И сейчас Выигранный Тимфайт Скорее всего Будет Изначать Свободный доступ К Рошану Для одной из команд В зависимости от того Кто его выиграет Тимфайт Там я вижу Дрорейнджер Отделилась от команды Она позади всех идет Ее надо как-то цепануть Найти кому-то Вот сигналят Уже Шторм влетает Команда успеет Не успеет Подойти к дровке Не ясно Сайленс Нет Не успевает Команда 90 секунд Ей не будет Там Вич Доктор На себя Внимание В том числе Отвлек Значит выиграл Пару секунд Есть Сайленс По Эриспириту Дальше погоня Будет за ним Пока Бай Нажимает Шторм Значит Эриспирит Уже не хочет Него кастовать Он просто уезжает Догоняет его Да Шторм Эриспирит И добьет Эриспирит Мобильный Но Шторм Еще мобильнее Тут еще Без лордара Ловят Маллифайер Замедление Спруты Еще одна смерть Просто шикарно Они нашли Здесь Дровку Та шла Позади всей команды И хватило Этих секунд Пока они подходили Для того Чтобы избавиться От роврейнджа Вот этот самый Заход На Рошана Про который ты говорил Тролль Ужасно Без побед Тоже Выбор делает В пользу Скади Такой Не самый типичный Билд На тролля На закате Прошлого патча Такой Практически Невозможно Было встретить Как-то Выше всех Наверное Котировался Билд Через Сатаник Сию Кто-то БФ Покупал Сатаник Сию Прям Мета Была Обязательно Обязательно Башер Обязательно Покупался Здесь Монта Стайл Ну просто По причине Наличия Сайленса БКБ По причине Наличия Огромного Количества Магии Но скади Это статы В первую очередь Потому что потом Все странные эффекты Кираса На Нечерс профите Тоже очень богат Товарищ Четыре таких Больших Сильных Слота Кираса Тролли усилит В том числе Много Действительно У Мэтт Кингс Такого Смешанного Урона Дровка У нас Бьет С руки Лешрака Диаболики Напомню вам Физический Тоже урон Вот И Магии Естественно Спадает Плюс Еще Можно Где-то Попасть Под Свардара Под Стан Под Какие-то Баши От него Тоже Не очень приятно Сказе Есть Тролля Также С него Бокобой И сыр Не Занитаре Ай Гида У нас Ушторма И вот Внезапно Да Только что Проигрывали Джипрайт 2000 Вот Уже 6 Ведут Рошан Выигранный Тимфайт Заговорочно Ну И Тоже Теперь Вопрос Большой Чем Заниматься На Карте Только Хайграунд Остался Остальное Уже Спушили Рошана Нет Надо Каким-то Чудом Заманить Соперника Заставить Его Выйти С базы Для Того Чтобы Сделать Какой-то Минус Чтобы Попроще Было Подниматься На Хайграунд Сейчас Подняться На Хайграунд Практически Невозможно Тролля Одна Жизнь Только Тролль По большому Счет Ну Ладно Фурион Еще Бьет Хорошо По вышкам Сейчас Но Это Такие Два Героя На Которых Напрыгнут Уху Так Вот Сюда Слордар И Выдвигается Но Получает Он Нульфайр Поднимает Его Рубик Селик Получается Забайтил Таким образом Лишрак Есть Юл Виномайтер Пошел Ультовать Ультанул Теперь Его Бутфок Сюда Может Лишрака Все-таки Десвар Настреливает Виномайтера Уже Убили Лишрак До конца За Фурионом Фурион Также Погиб Тролль Только сейчас Команде Подтягивается Дроу Рейнджер Просто не пускает На хайграунд Он вынужден Нажимать Сыр Он вынужден Нажимать Минус Все-таки Дровка Лишрака Также Убили Тролль Успел Команде Но он Тоже Не идеально Зашел Его тоже Могли здесь Наказать Секунд 10 Наверное Пытался Добраться До Драксы Сначала Просто Под замедлением С большого Рейнджа Урон По нему Проходил Потом Еще И Пик И Оттолкнул Его Дракса Теперь Случилась Настоящая Катастрофа Так как Тролль Живой И Преон Появится Раньше Например Чем Дровка И Лишрак Соответственно У тролля Огромные шансы Спушить Больше Чем Одну Линию Приходит Слардар Но это Слардар Бедный Очень Такой Посредственный Боец А тролль Не стесняется Идет Разводит На байбеке Разводит И будет Для него Большим сюрпризом Когда Ни Лишрак Ни Дровка Не выкупятся Нет Он отходит Ломает Первую линию Заходит На вторую В котором Тоже Времени Даром Не теряют Он не стал Куда-то На базу Отходить Просто Пошел Помогать Бить Бараки Ну 30 секунд Надо еще Как-то потерпеть До Дроврэнджер Хотя бы Если Широком Это в идеале Но к этому Времени Может Вторая сторона Упасть Плохой Гель От Иномайз Кому Не попал Есть Аганим У нас У тролля Может Он пробег Снимать Все Отрицательные Покупается Эрспирит Вадим На тролля Тут нажимает Ультимейт Начинает бить Только что Выкупившегося Героя И сразу же Его убивают С тиммейтами Вторая линия Упала Дровка 10 секунд До появления Можно идти Ломать Третью сторону Земель Даже не успела Иконка Монетки Пропасть Да-да-да Интересно Самый Пресловутый Дайбэк Очень часто Видим 100 секунд 100 секунд Его не будет Сторона Опадет Лишака Дождутся Сейчас Попробуют Подраться Возможно Последний раз Виномантер Хочет летать Но Виномантер Пошел улететь Пока не нажимает Кнопку Хорошо В дробку Влетаю Дрорейнджер Нельзя терять Ни в коем случае Дрорейнджер Потеряли Потеряли И дальше Будут терять Остальных Тролль без ультимейта Может его как-то Виномантер Добьет Лишак Сожжет Есть шанс Есть шанс Хороший ультимейт От веника Лишак До сих пор живет Они здесь горят Действительно все И эта парочка Тут разбирается С большей частью героев Но Нет уже четверых Нет уже четверых Нет самого Виномантера У него есть байбэк Лишака Есть байбэк Надо выкупаться Значит мега-крифы Будут скоро Уходят Значит профит Мега-крифов Не сделают Цифра захода Это единственный плюс Пожалуй Для Мэткингс Но минус в том Что двух сторон В любом случае У них не осталось Начинает у нас уже артефакты Четвертого разряда Выпадать Давненько У нас такого не было В Южной Америке Да-да Недолго играть Так баунтироны Пошли собирать Грилла Спрайт Четыре им достанутся Им надо просто Выиграть последний тимфайт И как-то героически Обороняться Необходимо Радиант Да Ну ты же знаешь Сейчас прилетит Фурион Подтыкает Этот последний барак Уже будут мега-крипы Это уже совсем другая история Будет гораздо тяжелее Это дефить Да Фурион Это такой Персонаж Который Ну в таких Ситуациях Конечно Идеально Чтобы игру заканчивать Чтобы делать мега-крипов Без него всегда Ну проще Команде соперника играть Когда его Чужой команде нет Сколько уже Комбэков Мы засмотрелись За все время И Сумасшедших Абсолютно Со 100 плюс 1000 Например Ну вот с дровкой Я помню Самый такой Знаковый комбэк Для меня Это где Выступали Эмпайр на интернешнале Это когда Резолюшн Играл за них В качестве стендина И они играли Против китайской команды Не помню кто это был На тот момент Говорят же Виталити какие-то То ли Ну кто-то из них Короче Это были Не топовые команды Не ЛФА И Ой господи Не ЛГД Как Команда Это 20-го ЛГД же было Так Ну Или ЛФА ЛФА Они назывались Ну не ЛГД Да ЛГД были ЛФА Были Да ЛФА Так вот Не Одна из этих топов И там Эмпайр ввели С антимагом Там Резолюшн На антимаге Выступал И Они тоже Ввели Огромную сумму Но Дроу Рейнджер Отбила Базу свою Вместе с инвокером Вдвоем Там практически Против этого антимага Антимаг Десяти слотов Он не знал Что себе покупать Уже нечего было Действительно покупать И он все равно Игру проиграл Не помню В 17 или 18 Это год был А тем временем Мега крипы Уже да Внезапно появились Пытались ребята Засейвить Как-то Сторону Но Прекрасно понимали Что Если сейчас Они попадутся У Лешрака Нет байбэка Веномансы Нет байбэка И на этом Можно в принципе Тогда закончить Всю игру Вопрос Вопрос один Долго ли это Все продлится Или дождутся Джипрайд Рошана И пойдут уже Потихоньку заходить На хг Понадежнее Конечно дождаться Но там 2 минуты Целых С другой стороны Куда им торопиться Они Зажали Оппонента на базе За счет мега крипов Там вообще не выйти Будут выходить Только по одной линии Здесь Камбэк потенциал Только один Это Выигрывать Тимфайт За тимфайтом И идти просто Максимально Продавливать линию Разводить на байбэке Смогут ошибиться Они влетают Штурспирит Штурспирит успевает Отпрыгнуть Рубик не успевает Уйти Рубика убили Ну хотя бы так Это кстати 100 секунд 100 секунд Тоже очень прилично Рубик Без байбэк Рано сейчас на развороте Они могут Ух как Шторм байтит Да На стан С ваттара Есть 0 фаер По лешраку Лешрак бкб Шиву Очень интересно Они конечно Цель выбирают Далеко не самого Простого героя Тоби уже ультанул Не знаю Насколько Целесообразно Именно в него Сейчас влетать Шторм там Огромное количество Маны потерял Лешака так Ой Виномайтера так Не убили Троль подходит Надо кого-то Задержать Задержал С ваттара Убил С ваттара почти Дальше Шторм летает Наверное Спирита Выкуп Есть Еще один Есть еще Иудайр Много выкупа Выкупается Сразу же Доктор Преон Настреливает По лешраку Он не боится С ваттара Поэтому так Смело бьет Именно лешака Он понимает Что с ваттара Смешной урон Он его не пробьет Физически Шторм Цепляет 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 Добить Есть чем сбить Телепорт А если есть чем сбить Телепорт Значит и есть Опция Чтобы выиграть Игру Потому что Будет падать Сейчас Трон Спасти его Некому 2-0 Ну что Хорошая карта Я бы сказал Продлилась Она у нас Сильно Наверное Дольше Чем Средняя В этом В этом Дивизионе В этом Регионе Были моменты Сложности У Джи Прайд Я бы отметил Это Проблемы Коров Что у нас Тролль Закинул Семь раз А Шторм Спирит Шесть Периодически За дизейбу Их Выключали Просто не давали Никаких шансов Но В общем и целом В конечном итоге Они довели игру До конца Но моментами Реально у меня возникала мысль О третьей карте Да Было Было Хорошо выбирала позицию Да Слардар хорошо влетал Ну и в общем-то Урон они раздать могут Тоже Ой-ой-ой Тут видно Что просто Скилухи не хватило Где-то макро решение Может быть Не лучшее И При равных Командах Мне все равно Драфт с лево нравился Гораздо больше Исполнение бы не подкачало И были бы все шансы У них Ну а так Мы поздравляем Команду Джипрайт Они Зарабатывают Баллы Важные Они сравниваются По победам И поражениям 2-2 Теперь у них 5-4 по картам Это автоматически Поднимает их На четвертую строчку Прямо сейчас Но там Следом за ними Две команды У которых тоже Одинаковые показатели Но 1-1 Будет еще Зачем посмотреть Но Мэткингс Присоединяются К команде Инверс У них тоже Становится 0-3 При этом ни одной Выигранной карты Это сейчас Абсолютно худшая Команда турнира И наверное Они вместе с Инверс Как раз и будут Главными претендентами На то Чтобы покинуть Лигу В следующем сезоне Пробиваться Через Эфир 2-0 2-0 В пользу победителей Соответственно Сейчас Я не знаю Идет ли еще игра По первому каналу Или по второму Надо посмотреть Судя по всему Она Так Погоди Она будет Только Правильно Она будет У нас Два часа ночи По Москве То есть Через 40 минут Ребят Мы вас приглашаем На канал Доту 2 Рухаб Там Джем и Кристалмей Будут комментировать Матч Квинси Крю Одного из лидеров Североамериканского региона Одного из фаворитов Североамериканского региона Поэтому Приглашаем вас туда Вряд ли какая-то Дота еще будет Параллельно идти С Аристотелями Как раз они играют Но Аристотели Как сейчас у нас идут Мне кажется так себе Потому что Помню Один момент Я сейчас гляну Как раз На турнировую таблицу Да там Ребята отлетают 0.3 0.6 По картам Ну в общем Если вы хотите посмотреть Легкий 2.0 В пользу Квинси Крю Или что-то подобное Может быть 2.1 Но наверняка победу Квинси Крю То приглашаем вас На первый канал Через 40 минут Трансляция чуть пораньше Наверняка начнется Минут за 10 За 15 А на сегодня все Для вас работали Лазарь и Мортали Спасибо что смотрели До скорых встреч Пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok